Всем привет! На связи с вами Фея, тренер Веро. Я являюсь инструктором групповых программ нашей любимой фитнес-студии FitFrog. И сегодня я для вас подготовила классную тренировку силового характера в формате FullBuddy, где мы с вами проработаем и задействуем все наши основные мышечные группы. Для данной тренировки нам понадобится коврик, пара гантелей, весом от 2 до 3 кг, в зависимости от уровня вашей физической подготовки, ну и, конечно же, хорошее настроение и желание как следует потрудиться. Без этого не обходится ни одна тренировка. Внимательно, пожалуйста, слушайте все мои комментарии по поводу выполнения упражнений. Не забываем правильно дышать. Вдох через нос, выдох ртом и выдох всегда на усилии. А также соблюдаем траекторию, темп и амплитуду движений, которые я вам буду рекомендовать. Не вижу повода откладывать. Мы, конечно же, сейчас начинаем с разминки, ведь хорошая качественная разминка – это уже 50% успеха на тренировке. Я включаю музыку и погнали. Так, ноги шире плеч, активировали ягодичные мышцы, подтянули мышцы живота. И мы выполняем вдох-выдох. Вдох-выдох. Напоминаю, вдох через нос, выдох ртом. Отлично. Еще два таких повтора. Остался один. Ладони опускаем на бедра, скользим вниз, спина прямая, наверх круглая. Это вдох, наверх-выдох. Еще два повтора. Внимание, мы ускоряемся. И добавляем два круга плечами. Вдох-выдох. Провернули. Вниз, наверх, плечи. Еще. Остался один повтор. Ноги на ширине плеч, топы параллельно. Приседаем вниз. Отлично. Опускаемся вниз. Корпус излишний не наклоняем. Не укладываемся животом на бедра. А сами бедра стараемся довести до параллели с полом. Продолжаем медленно. Вдох. Выдох. Поднимаемся наверх макушкой. Тянемся все время вверх. Еще один медленный повтор. И мы немного ускоримся. Вдох. Выдох. Увеличился темп, уменьшается амплитуда движений. Наверх до конца уже не поднимаемся. Наши ноги, как насосы, закачивают кровь и подготавливают мышцы ног к работе, к основной части тренировок. Отлично. Шесть. Пять. Четыре. Вдох. Выдох. Заключительный повтор. Закончили, выполнили. Вдох. Встряхнули ноги. Выдох. Низ. Наверх. Плечи. Еще один. Молодцы. На ширину стопы вправо. Влево. Развернули носочки. Со вдохом опустились вниз. С выдохом поднялись наверх. Здесь уже корпус движется вертикально, без наклона. Колени в сторону. По линии носка. Вдох. Выдох. Верхние точки не блокируем коленные суставы. Выталкивайте себя пятками наверх. Вдох. Отлично. Мы ускоряемся. Темп один к одному. Вдох. Выдох. Вдох. Не вырастаем наверх до конца. Не снимаем нагрузку с целевых мышц. Вдох. Молодцы. Мышцы живота активны. Живот не вываливается. Восемь. Все подконтрольно. Как насосы. Качайте. Два. Один. Развернули носки. Выполнили. Вдох. Стряхнули. Выдох. Вниз. Наверх. Провернули плечи. Еще один. Поставьте ноги еще шире. И сохраните параллельный стоп. Вес тела на правую. Таз назад. Спина прямая. Коснулись пола. Перекатом левая. Продолжаем. Перекат выполняем. В нижней точке наверх не поднимаемся. Стопы приклеены к полу. Медленно. Медленно. А вот теперь добавим немного динамики. Правая. Левая. Отлично. Еще четыре. Три повтора. Осталось два. И снова замедлились. На правый стоп. Левая. Правая. Руки посередине на пол. И подсобрали стопы. Но не до конца. Ноги прямые. Расслабьте плечевой пояс. Немножко повисели. Втянули низ живота. Прижали подбородок грудной клетки. И с круглой спиной выросли наверх. Все. Встряхнули руки и ноги. Развинка позади. Мы приступаем к основной части тренировки. Для этого сплотную подходим к нашим гантелям. Прямая спина с огнетой коленей. Пожалуйста, берите всегда оборудование правильно. Это касается любого веса, с которым вы работаете на тренировке. Ноги на ширине плеч. Стопы параллельно. Носки на одной линии. Мягкие коленные суставы. Не выпрямляйте полностью ноги. Это небезопасно. Подвернули таз на себя. Плечи в нижнее положение. Взгляд вперед. На два счета вниз приседаем. Вдох. Выдох. Вниз. Наверх. Молодцы. Вес тела распределяйте на всю стопу, но с акцентом на пятку. Пятка служит вашей подъемной силой наверх. Гантели движутся строго вертикально. Как лифт. Вдоль ваших ног. Да. Для этого съедите лопатки. Удерживайте их вместе. Отлично. Помним про живот. Мышцы живота здесь работают активно, как фоновое приложение в телефоне. Не укладываемся ребрами на свои бедра. Мы хотим ягодичками как будто сеть на краю сунчика. Коснулись. Поднялись наверх. Вдох. Выдох. Отлично. В нижней точке бедра стараемся довести до параллели с полом. А вверху коленные суставы не выпрямляем. Выстроили исходное положение и снова опустились вниз. Это заключительный медленный повтор. Мы ускоряемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. О, хорошо. Тепленькая пошла, как говорил Чебурашка. Половина есть. Осталось восемь. Восемь. Вместе давайте. Не сбавляем темп. Четыре. Три. Два. Заключительный повтор. Есть. Стряхнули ноги. Гантели не опускаем. Пока наши ноги восстанавливаются, мы проработаем наши плечи. Выстроили исходное положение. Плечи вниз. Опрокиньте лобковую кость на себя. Этим самым вы активируете мышцы живота. Нижние ребра толкните вовнутрь. Мягкие коленные суставы. Гантели в области бедер. Выполнили вдох. На выдохе подъем. Выдох. Вниз. Наверх. Визбоку. С выдохом поднимаем гантели до параллели с полом, чтобы три сустава, локтевой, плучезапясной и плечевой, оказались на одной линии. Выдох. Вдох. Вниз гантели не бросаем. Полный контроль. Медленные повторы всегда выполнять тяжелее, потому что вы выполняете их за счет исключительных вашей силы мышц. Выдох. Вдох. Возвращаем гантели в исходное положение, в область бедер. Вдох. 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 Только плечи, шея длинная, никаких лишних складочек, никаких вторых-третьих подбородков. натяните свою трапецию 8 7 руки назад не уходит никакой раскачки только сила мышц 4 3 2 1 отдыхай вот сейчас правильно опускаем гантели с прямой спиной согнутой колени и немножко встряхнем руки ноги на третьем сетте мы объединим два упражнения вместе соединим базовый фронтальный присед и подъем рук до параллели с пола берем гантели выстроили исходное положение 4 3 2 со вдохом вниз вдох выдох вдох выдох как вы могли сейчас заметить у нас поменялось дыхание мы поднимаем вроде руки вверх но при этом выполняем вдох почему это сделаем мы так делаем потому что дышим с акцентом на более крупную мышечную группу данном случае это ноги вдох выдох вниз наверх сели выросли медленный темп всегда дается тяжелее в данном подходе быстрого и не будет вниз наверх хорошая новость половина позади еще 87 плечи подкипают ноги очень хорошо чувствуются осталось три повтора давайте вместе их доделаем не бросаем на финиш дышим 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 если надо стряхнули руки ноги ну что пока мы отдыхаем восстанавливаемся я предлагаю вам взять коврик я развернусь вам немного боком чтобы было лучше видно и подготовить оборудование к следующему сету где мы проработаем мышцы спины и наши грудные мышцы гантели расположите с двух сторон коврика и начнем с важного момента это выстраивание исходного положения момент действительно важный который ни в коем случае нельзя игнорировать любое упражнение начинается именно с этого пункта правая нога впереди голень вертикально а позади предстоящая нога левая на ширине забедренных суставов на коленном суставе и опустите на наружный свод стопы дальше мы толкаем таз вперед то есть не в позе квадрата да мы наклоняться будем вниз у нас будет разведение это на верхнюю часть спины упражнения поэтому мы толкаем если у вас образовался острый угол в коленном суставе продвиньте чуть чуть больше вперед стопу для того чтобы выровнять вашу голень и она снова стала вертикальной толкнули таз активировали напрягли мышки живота и положили она бедро вот так будут работать мышцы спины если вы будете в процессе поднимать корпус вертикальное положение у вас снова случится работу плечи нам это не надо сейчас плечи отдыхают и на работают итак берем гантели запястья чуть-чуть подвернули на себя одна линия локтевой сустав под согнут выполнить вдох выдох выдох отсюда 12 повторов акцент на сведение лопаток верхней точке подбородок не прижимайте грудной клетки голова всегда продолжение корпусу руки через стороны отлично как крылья птиц еще два повтора выдох выдох опускаем гантели пальцы за коврик большой палец на ковре пальцы по направлению вперед вышли в положение планку с отдохом легли стали легли выросли это вдох это выдох опускаясь вниз полностью не сбрасывайте вес тела локтевые суставы не строго в сторону а немножко под углом 45 градусов вниз наверх еще один вдох выдох выдох у нас нет отдыха так как работает мышцы антагонисты у нас есть смена сторон взяли гантели через четыре три выстроили исходное положение помним про живот положили на бедро выполнили вдох и на выдохе начали второй подход выдох от копчика до макушки одна линия без заломов шею не запрокидываем еще 43 молодцы два и мы снова опускаемся выходим в планку 43 с отдохом вниз растянули грудные сократили вдох выдох это более легкий вариант отжиманий чем полноценно отжиматься с носков доступен каждому 4 и еще два заключительный повтор и снова у нас нет отдыха мы меняем ногу правая впереди голень вертикально берем гантели плечи живот тасс выполнили вдох и 12 повторов для вперед перед собой еще 6 заключительный повтор отлично опускаемся на коленные суставы руки не меняют положение ноги на ширине тазовых косе и зацепитесь стопами вдох выдох увеличиваем темп уменьшаем амплитуду движения грудной клеткой стремимся к коврику еще четыре три два один и заключительный подход с левой ноги готовы а надо начали выдох 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 зажимайте монетку каждый раз между своими лопатками еще два на коленные суставы обязательно стоп это две дополнительные точки опоры касаются коврика начали вдох выдох живот подобран убираем прогиб поясницы четыре три два заключительный переводим и воздействие накатки вытягиваемся и дышим глубокий вдох через нос выдох ртом поможет быстрее восстановиться вашей нервной системе привести пульс норму и целом ваше самочувствие резко не скакиваем вы долго находились в горизонтальном положении поэтому резко вскакивать не безопасно сначала переводим только корпус в эстетальное положение сприснули ручки под детском садике панельки панельки отлично вот теперь не спеша мы собираем гантели и отодвигаем коврик в сторону можете попить водички я дам вам немного времени гантели перед нами никогда не стоим на месте между подходами все время двигаемся помогаем нашему сердцу перегонять кровь и не забываем дышать конечно же ну что подходим к гантели напоминаю прямая спина согнутые колени правило единое для всех упражнений даже когда вы будете в магазине под новый год поднимать тяжелый ящик шампанским делайте это правильно ноги на ширине плеч стопы параллельно носки на одной линии мягкие коленные суставы ягодицы мышцы живота плечи в нижнее положение взгляд вперед а гантели в области бедер с правой ноги сплит выпад по направлению к сзади вдох выдох левая вниз наверх вдох гантели удерживаем в области бедер для этого завяжите ваши лопатки сзади на банке туго-туго как в косичке когда мама в детстве заплетала вот приблизительно то же самое как только ваши плечи и лопатки поплывут это будет очень видно гантели окажутся где-то впереди ни в коем случае вдох выдох ноги очень важный момент сохраняем постановку ног на ширине плеч и не ставим ноги на одну линию это очень неустойчивое положение вас начнет сразу штормить вы будете думать о том как бы не упасть а не о том как правильно выполнять упражнение вдох позади стоящая нога всегда на носке пятка смотрит в потолок нижней точке оба колена сустава стремятся к углу 90 градусов заключительный медленный внимание тока правая медленно вдох выдох вернули снова вниз темп два к двум со вдохом на два счета мы опускаемся вниз на два счета наверх а вот теперь ускоряемся вниз наверх вдох выдох не садись так глубоко увеличился темп уменьшай амплитуду движений чтобы успевать два левая медленно вдох выдох вниз наверх вниз отлично быстрые повторы восемь семь шесть пять четыре пять три два один отдых ноги спрячь и воин гантели не опускаем отлично плечи пока ноги отдыхают гантели в области бедер плечи в нижнее положение выполнили вдох выдох вниз отведение до параллели с полом гантели выводим слегка вперед чтобы вы могли в верхней точке их видеть боковым зрением разверните ладони звенец вверх и не поднимаем высоко плечи держим все время в нижнем положении изолировано корпус не двигается опрокиньте таз на себя уберите прогиб поясницы для этого надо активировать мышцы живота включить их в работу тогда нагрузку на себя будет брать пресс а не ваша поясница еще медленно выдох не стоим на прямых ногах мягкие колено сустава это и наши амортизаторы ускоряемся выдох гантели вниз не бросаем а подконтрольно возвращаем шея длинная макушка тянется вверх как будто кто-то взял нас за хвостик и потянул наверх еще восемь всем я знаю тяжело мне тоже нелегко знаете ли четыре мы вместе гораздо сильнее чем мы о себе думаем закончили опустили гантели правильно отдыхаем дышим 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 вы вопросы берем четыре три справа ноги сплинт и подъем вздох выдох вниз наверх вниз здесь имею идею Ранее с акцентом на более крупную мышечную группу. Ноги являются самой крупной, самой большой мышечной группой в нашем теле. И для того, чтобы их качественно проработать, приходится много приседать. Еще выдох. Контроль. Лопатки, плечи, мышцы живота. И еще. Здесь не будет тоже быстрых повторов. Будем убивать себя через медленно, качественно. Еще. Вдох. Выдох. Ноги не ставим на одной линии, напоминаю. Ширина плеч. Как будто между двумя ногами у вас дощечка. Еще четыре. Вдох. Выдох. Три. Два. Заключительный. Опускаем, отдыхаем. Молодцы, очень круто. Стряхнули руки. У нас остался заключительный сет. Мы уже с вами на финишной прямой. Я уверена, что вы постарались, но слабо у вас все получилось. Главное, выкладывайте всегда на свой максимум. Я даю вам ориентир на занятия. Вы все равно всегда любую нагрузку должны уметь адаптировать под себя, под свои возможности, под свое самочувствие на сегодняшний день, под то, как вы справляетесь с ограждениями в моменте здесь и сейчас. Где-то уменьшить амплитуду, где-то остановиться и сделать паузу, да, пропустить один повтор, если вам очень тяжело. Ну что, любимый пред. Мы опускаемся вниз. И первое, конечно же, выстроим исходное положение. Ложимся на спину. И первое, что вы сейчас должны почувствовать, что ваше пояснитель находится в естественном лордозе, или большой естественный прогиб. Такой, чтобы прошел лист бумаги, не более. Вот ладонь, пальцы я засунуть, например, не могу. Нижние ребра тоже должны касаться коврика. Если этого сцепления, вот этого момента нету, ну, оттяните чуть грудную клетку назад, вытянитесь, да, по направлению к заду. Отлично. Берем гантели. Они нам понадобятся. Одна нога. Вторая. Голень. Параллельно полу не прижимаем пятки к ягодицам. Колени не тянем к грудной клетке. Между голенью, бедром и нашим корпусом сохраняем углы 90 градусов. Упираемся гантелями в коленные суставы. Стопы на себя. Подняли корпус до нижних краев лопаток. На вдохе. Разгибание. Казобедренно в бедре. И сгибание в плече. На выдохе. От центра. Соединяем все вместе. Если очень тяжело поднимать, выполнять упражнение головой на весу, да, шея еще не готова к такой нагрузке, то опускаем и продолжаем работу. Вдох. Выдох. Во время, в тот момент, когда вы давите к гантелю в колено суставы, должны именно давить. И одновременно давить коленом в гантель. Создавайте сопротивление. Это поможет еще лучше, еще круче, еще мощнее включить в работу мышцы пресса. Еще. Это вдох. Через нос это выдох. Вдох. 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 Подбородок слегка смотрит вверх, не прижимая его плотно к грудной клетке. Заключительный повтор. Опускаем. Ноги вверх. Обняли под колено махистами, притянули корпус к своим бедрам и в области поясницы раскачались. Компенсировали нагрузку. Вдох. Стока в области поясницы. Отлично. Следующее упражнение. Одна гантель. Располагается над солнечной спине, в области солнечной спине. Локтевые суставы в нижней точке смотрят в стороны. Подняли ноги, стопы слегка на себя, колено сустава можно подстагнуть. На выдохе. Мы стремимся к мускам своих кроссовок. Коснуться гантелью. Отрывайте ваши лопатки. Чем прекрасна работа интервальная? Тем, что вы можете работать по своему самочувствию, по своему состоянию, по своим возможностям определенный отрезок времени, который задан. Есть силы? Можно ускориться. В нижней точке, напоминаю, локти в стороны. Не прижимайте. И гантель вверх. Осталось буквально 15 секунд. Не теряем темп. Вы должны начинать и заканчивать упражнение выполнять в одном темпе. 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Ох, боже мой. Каждый раз думаешь, когда станет легче. А не когда. Потому что с каждой новой тренировкой ты выполняешь каждое упражнение все более осознанно, осмысленно. Нейромышечные связи укрепляются. И приход, коннект, да, ты ощущаешь не с пятого, седьмого или вообще в конце подхода, а с самого первого повтора. Твои мышцы включаются в работу. Это хороший, шикарный бонус регулярного тренинга. Итак, под коленные суставы. Опрокинули таз на себя. Перекатом вышли наверх. Безопасно. И заключительное упражнение нашей сегодняшней тренировки. Планка. Все мы любим планку. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Но планка может быть разной. Статики стоят замечательно, но в динамике стоять гораздо лучше. Кисти располагаем на одной линии с плечевым суставом. Растопырьте ваши пальцы. Представьте, что у вас здесь переполнки. Это позволит увидеть площадь опоры. И немножко у вас должно быть такое ощущение, что вы подсобираете коврик, выталкиваете свои лопатки в грудной отдел наверх. Вышли в планку. Опрокинули таз на себя. Убрали прогиб поясницы. Пока просто стоим. От пятки до макушки. Одна линия. Не выталкивайте таз наверх. Берем гантель одну. Берем гантель вторую. И аккуратно опускаем руку. В тот момент, когда вы остаетесь на трех точках опоры, не разворачивайте таз вот так вот в сторону. Тазобедренные суставы, как лучи, пронзают наш коврик, смотрят прямо. Тазобедренные суставы, которые выталкиваются на трех точках опоры. Никаких резких движений, когда возвращайся кисть на пол. Медленно, спокойно, подконтрольно. Работаем, выполняем и слушаем меня. Если вам тяжело, вы устали, вы можете опуститься на коленные суставы, но при этом сохраните положение планки от копчика до макушки. Одна линия. И точно так же мышцы живота активны. Вы передаете гантели. Если силы есть, то дорабатываем отрезок 20 секунд в планке с носков. Не раскачиваем, стабилизируйте себя. Глобальная внутренняя работа. Мышь живота. Хорошо, что гантели только две. Еще туда-обратно. Обратно. А давайте еще. Один раз туда. Туда-обратно. Мы не ищем легких путей. Отлично. Планка. Опустились на коленные суставы. И перевели ягодицы на пятки. Я вас поздравляю. На этом основная часть тренировки закончена. Небольшая заминка. И я вас отпускаю. Переворачиваемся на скину. И вытягиваемся. Носочки от себя. Руки в замок. И натянули себя как канат. Несколько секунд дыхания. Вдох через нос. Вдох. Вдох. Отлично. Правая нога. Сгибаем в коленном суставе. Носок от себя. Левая прямая. Взялись за голень. Выполнили вдох. И на выдохе устремились кончиком носа. Соксин коленному суставу. Коснулись. Опустили корпус. Поменяли ноги. На выдохе коснулись. Стоп. Небольшая фиксация. Опустили. Пара-пара-топ. Еще четыре. Три. Два. Заключительный повтор. Повтор. Отлично. Руки в стороны. Лопатки приклейте к полу. Поднимите ноги в коленном суставе. И закиньте нога на ногу. Неправильное положение, в котором любят сидеть большинство из нас. Выполнили вдох. И на выдохе выполняем скручивание. Любую из сторон направляем наши коленные суставы. А голова смотрит в противоположную сторону. Лопатки обе остаются приклеены к полу. Не сжимаем губы. Не задерживаем дыхание. Дышим. Четыре. Три. Два. Наверх. Без рывка. Очень аккуратно и плавно. Никаких редких движений. Мы меняем направление. Аккуратно завершаем. Без контакта. И меняем ноги. Отлично. Вдох. На выдохе выполняем стихи. Берегом. Берегом. Вдох. Толенную спину стремятся в пол. Обе лопатки остаются в поле в полу. Голова смотрит в противоположную сторону. Вдох. Снимаем. Через центр. Аккуратно, пожалуйста. Очень бережно и относитесь к себе. Никаких редких движений. Возвращаем в центр наши ноги. Поднимаем их наверх. Поднимаем руки наверх и раскресли. Вот не на чем-то таракана, который перевернулся на спину и не может перевернуться обратно. Бьется в таких конгульсиях. На самом деле очень полезно лимфодренажное ображение, хорошо издавляясь от потехов. Хорошенько потрясли. Еще четыре. Три. Два. Один. Руки под колено и суставы. Таз. Раскили на себя и перекатом поднялись. Ну что, выполняем глубокий вдох и шумный выдох. Сбросили. Еще раз вдох через ног. Шумный выдох. Отлично. И заключительный самый шумный, самый мощный. Выдохнули. А вот теперь медленный, спокойный вдох. Наполним свой легкий петеродом. И такой же спокойный, нервный выдох. Правая рука. Левая рука. Поаплодируйте себе за хорошую, проделанную работу, за то, что нашли и умели выделить время на себя, позаботиться о своем теле, о своем эмоциональном самочувствии. Некоторые из вас разрядились, некоторые наоборот взбодрились. В любом случае, каждый раз тренировка несет заряд положительных эмоций. И помните, что самая плохая – это та тренировка, которой не было. Обнимаю вас. До новых встреч. Ваше Веро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»